Ну вот здесь очень важно, просто смогут ли Соединенные Штаты Америки преодолеть возможные, ну скажем так, альтернативные голоса, которые звучат из Европейского Союза. Вы сейчас вспомнили заявление господина Макрона, та же Венгрия, например, занимает свою особую позицию. Готовы ли сейчас Соединенные Штаты Америки проводить работу со своими союзниками для того, чтобы все-таки голос Запада звучал единым фронтом? Я вам скажу очень важную вещь, с которой я начал наш разговор сегодня. Мнение администрации Байдена и мнение конгрессменов и сенаторов, оно не их личное, это мнение американского народа. Обратите внимание, все опросы и в том числе Расмуссона, вот недавно проведенного, например, Пей Юрисоч, например, который проведен был больше, чем две недели назад, показывают, что число американцев, поддерживающих Украину, растет изо дня в день. Я повторял и повторю еще раз, даже растет число американцев, требующих ввода американских войск на территорию Украины. Буквально две недели назад по опросам Пью Ресорч было, их было 36%, но это было более чем две недели назад. Вот если бы сегодня провели бы, я уверен, это число было бы около 40%, я в этом не сомневаюсь. Я вам больше скажу, я вам напомню начало 50-х годов, когда началась гражданская война в Корее. И тогда один из величайших президентов Америки Генри Трумэн в самом начале сказал, что мы будем оказывать помощь Корее, Южной Корее, но вводить войска мы не собираемся и не будем. И все же Америка ввела войска. Именно благодаря Америке удалось сделать так, чтобы Южная Корея сохранилась. Это несмотря на то, что Северной Корее помогал Советский Союз и Китай. И вот тогда, когда американцы ввели войска, судьба гражданской войны была решена в пользу Южной Кореи, она сохранилась. И мы сегодня имеем ее такой, какой она является, одной из самых развитых стран в десятке ведущих стран мира. И это несмотря на то, что мы, американцы, потеряли более 34 тысяч наших солдат. И я полагаю, что сегодня может произойти то же самое, тем более, что риторика путинского окружения уже переносится за пределы Украины. Угрозы той же Финляндии, той же Швеции, которые заявили о том, что из-за опасения агрессии Путина они уже готовы прямо сегодня вступить в ряды членов НАТО. Вы понимаете, поэтому говорить о том, что мнение, общественное мнение изменится, напротив, оно также растет в пользу Украины и европейских странах. И это несмотря на то, что, к сожалению, я согласен с вами, есть еще среди даже членов НАТО, из 30 членов НАТО, есть такие, как, например, та же Венгрия, которая, к сожалению, тоже считаю коррумпирована подкупами дешевым газом, от которого Орбан не хочет отказываться в ближайшие 5-10 лет, к примеру. Допустим, может быть, даже и Словакия, возможно, которая тоже, к сожалению, более 50% зависит от, даже 90% зависит от поставок российских энергоносителей. Поэтому, и тем не менее, этот вопрос решаем, он будет решаться, я уверен, это тоже демократические страны, и Европейский Союз давит, НАТО давит, Америка давит, и их общественное мнение тоже не будет оставаться равнодушным к тем трагедиям, которые мы сегодня видим на земле украинской. Все это будет складываться в пользу Украины, я уверен в этом.